всем привет друзья я ксения назарова я рада вас приветствовать на своем творческом канале красота в деталях а сегодня будем делать с вами снеговичка из синельной проволоки из белой мишуры из фольги и немного фоамирана спасибо вам за ваши лайки и комментарии и давайте начнем наш видео урок основной материал с которого будем лепить снеговичка это обычная алюминиевая фольга далее нам понадобится синельная проволока двух цветов серебряного и какого-то яркого другого цвета вот такая мишура белого цвета для лыж немного глиттерного фоамирана и деревянные шпажки для личика можно взять либо глазки готовые объемные пластиковые глазки либо нарисовать накриловой черной краской мне вот черный контур я слепила скатала такую морковку из тонкого фоамирана оранжевого цвета далее подставочка нам нужно куда мы подклеим нашего снеговичка естественно ножницы линейка горячий клеевой пистолет зажигалка или вот такая небольшая окружность покажу для чего далее нам нужна еще вот такая форма чтобы делать полукруглые заготовки и так начале займемся построением собственно нашего снеговичка для этого нам нужно предварительно взять белую мишуру и ножницы и вот нарезать в такую мелкую мелкую крошку у кого сколько терпения но чем мельче это будет тем лучше это мы делаем для того чтобы придать снежную фактуру нашему снеговику очень приятный медитативный процесс между прочим ну вот надеюсь мне хватит и так мой снеговичок будет состоять из двух кругов из тельца и из головы можно сделать его из трех шариков это как вам больше нравится берем фольгу и сменуем ее в плотный ровный шар габариты снеговичка могут быть абсолютно разные если вам не жалко много фольги можно сделать его побольше но соответственно тогда мишуры нарезать нужно тоже побольше тут мы выступаем с вами в роли скульпторов если маленький шарик соответственно добавляем фольгу обминаем ее от твердую поверхность чтобы придать ей закругленные ровные контуры и так вот такая вот головушка у меня получилось сейчас будем покрывать ее снегом для этого нам понадобится горячий клей его пистолет я его уже разогрела методичный по частям горячий клей и обваливаем как конфетку рафаэлку в нашей снежной крошке ну вот головушка моя готова она вся такая стала заснеженная лишние торчащие части фишуры можно подрезать немножко подстричь его если у вас не хватило терпения как у меня нарезать мелкую стружку нашими шуру а я оклеила всю голову за исключением место стыка с тельцем а тельце подготовила заранее дабы сэкономить время мастер-класса вот такое у меня тельце продолговатая и голова так это мы пока остальные ожидания и займемся другими частями нашего персонажа снеговичка значит у меня снеговичок будет не с ведром и с шапкой а у него будут на голове вот такие вот наушники зиме и будем мы их делать из синельной проволоки блестящие я взяла красную как я сделала один наушник уже сделала значит для формы наушника так то выглядит нужно отыскать дома какую-либо закругленную такую вот полу сферу можно взять яйцо киндер сюрприза крышечку от чего-либо и приготовить очень легко таких заготовочек я делаю не две штуки а 4 потому что такие же заготовки нам потребуются для ножки нашего снеговичка то что я вот одну ножку же сделала вот это у меня будет заготовка для второй ножки и два наушника далее я взяла синельную проволоку красного цвета и сворачиваю ее в улитку вот такой кружок на горячий клей помещаем серединку нашего наушника вот так вот наушники у нас готовы теперь из двух проволочек красного цвета я сделала дугу для наушников примерим нашему снеговичку отрегулируем длину нужную, при помощи кусачек уберу большиную длину этот клею снеговиками и приклеим наушники подправляем где-то если выглядывает вольга можно подклеить еще немного проволоки так головушка с наушниками готова осталось ее посадить на клей займемся сейчас изготовлением ножки вот такой в лыжи одну лыжу я сделала и так для изготовления лыж нам понадобится глиттерный фоамиран шириной 2 миллиметра нам нужно вырезать полоску примерно 2 сантиметра на 10 сантиметров и вторую полоску неважно здесь длина смотря какая у вас будет лапка у снеговика ну ширина моей полоски 7 миллиметров с одной стороны мы делаем нужно так сложить пополам и заострить сделать форму лыжи заострить к серединке примерно такая лыжа у нас получается и теперь мы должны придать загнутую форму вот у меня кисточка толстенькая таким образом лыжа наша обнимает кисточку округлую и при помощи зажигалки отправляем фоамиран и фиксируем его в таком положении теперь сделаем вторую лапку как я уже сказала при помощи формы делаем из фольги вторую ножку для нашего снеговика далее при помощи той же фольги мы делаем вторую часть ножки лепим просто такую вот лапку лапку мы тоже должны обсыпать снежку лапка готова вторая осталось приклеить к лыжи теперь берем нашу полосочку и приклеиваем приклеиваем к лыжине итак теперь нам потребуется некая подставка я взяла просто флотный картон и мы составляем нашего снеговичка приклеиваем ножки в картоне мы займемся ручками нашего снеговичка для этого я взяла две проволочки серебряного цвета скрутила из них ручку при помощи какого-то острого предмета делаем отверстие для ручки помещаем туда нашу ручку и фиксируем капли клей отрезаем ненужное отрезаем ненужное и и и и сделала их немножко длиннее потому что закручу их на палочки чтобы он лыжные палочки держал в руках и лишнее и клея крепим тельце нашего снеговичка на ножки займемся мордочкой морковку как я уже сказала я приготовила из оранжевого фоамирана из оранжевого фоамирана из оранжевого фоамирана и акриловым контуром нарисуем глазки и ротик . можно нарисовать еще пуговки . Осталось приклеить головешку и наш снеговик готов! Ну вот, друзья, наш снеговик готов! При желании можно ему еще повязать красный шарфик и вот он у нас в таких наушниках, на лыжах. Возможно, наушники у него для тепла, возможно, он меломан и в горах катается на горных лыжах и слушает музыку. С наступающим всех Новым Годом! Занимайтесь, пожалуйста, творчеством, привлекайте к творчеству детей. Сделайте такого классного снеговика и такую поделку можно отнести в садик, а можно поставить под новогоднюю елочку. Всем удачного творчества! Пока-пока! Вот такой вот прекрасный барабанчик на елку. Я думаю, он украсит елочку, придаст ей особое настроение музыкальное. А сделать такой барабанчик не составит большого труда. У всех у нас, у хозяек, остаются вот такие вот втулки, именно не от туалетной бумаги, а вот от каких-то хозяйственных принадлежностей. Они плотные такие, крупного довольно диаметра, чуть поменьше, чуть побольше. Вот из такого подручного материала можно сделать массу интересных вещей. Одна из таких вещей – это вот новогодний барабанчик, игрушка елочная, которая сделает вашу елочку более интересной, более авторской. И для того, чтобы изготовить этот барабанчик, в принципе, не нужно каких-то особых материалов дорогостоящих. Что я буду использовать в изготовлении своего барабанчика? Ну, во-первых, от вот такой вот втулочки, она была у меня длиннее, я отрезала окружность при помощи лобзика. 6 сантиметров высотой будет мой будущий барабанчик. И оклеивать я его буду в основном бумагой. Вот у меня есть вот такая прекрасная золотистая оберточная бумага. Это новогодние наклейки. Коль наш барабанчик из бумаги, мы можем его декорировать различными такими рождественскими наклейками, которых сейчас в магазинах к Новому году очень большой ассортимент. Очень красивые, они разные. Наклейки бумага. Вот такая вот нить или шпагат красного цвета. Соответственно, у меня фетр тоже красного цвета. Пекарская бумага. Английские булавочки с красивыми вот такими вот головками, разноцветными желательно. Или просто каких-то ярких цветов. И, естественно, клеевой пистолет. Для палочек барабанных, если мы будем их делать, вот такие вот шпажки. Для концов палочек вот такие вот помпончики красные. И давайте приступим к работе. Ну, у меня уже подготовлена бумага для оклеивания барабана. Кстати, барабанчик вы можете оклеить и тканью, и эко-кожей, фетром. Все, что у вас есть красивого, фактурного, то, что вам нравится, яркое, фоамиран глиттерный. Из всего можно сделать такой барабанчик при наличии втулки. Но сначала мы сделаем у барабанчика основание. Для этого возьмем пекарскую бумагу. Мне захотелось барабанчик свой сделать немножко такой винтажный, чтобы не белого цвета у меня бумага, а вот такая вот немножко как бы состаренная получается. Мы наносим клей по кромке нашей окружности, нашей втулочки. Аккуратненько отрезаем лишнее с небольшим запасом. Аккуратненько отрезаем лишнее с небольшим запасом. Так, это у нас одна часть барабанчика, а низ барабанчика я тоже подклею окружностью из фетра. Для этого я обведу кружок, основание нашего барабанчика. Конечно, такие вещи, как барабанчик, какие-то фигурки, висящие на елке, они придают ей особенную душевность. Я помню, когда вот в моем детстве мы наряжали елку, и игрушки все были еще с советских времен. И это были не только шары, это какие-то были маленькие блестящие перчики, избушки, снегурки, Деда Мороза, лукошки даже были с ягодами. Я, будучи маленькой девочкой, мне очень нравилось разглядывать вот эти всякие разные игрушки, потому что все они были не просто шарики, абсолютно-абсолютно разного размера, форм, какие-то персонажи. Вниз и вверх нашего барабанчика готов, такой цилиндр у нас получился. И теперь мы можем оклеить тем материалом, который будет на лицевой части, который будет лицом нашего барабанчика. У меня это простая бумага. Чтобы смотрелся более аккуратно край, сделаю сгид. И таким вот образом подклеим. Продолжение следует... Вот такой цилиндр оклеенный с золотой бумагой у нас получился. Для того, чтобы сделать кромку у барабанчика, я взяла из того же красного фетра. Он довольно плотный, толстенький, такой не слишком тонкий. Вырезала я две полоски шириной 12 мм. Итак, верхняя часть барабанчика у меня будет немного выступать фетр, чтобы такая кромка не образовалась. И, скорее всего, я буду уже на месте лишнее отрезать. Так мне будет удобнее, я думаю. И вам тоже. Несколько миллиметров я оставляю на кромочку барабанчика. Вот так вот получается у нас встык. Делаем мы бортик. Я делаю из фетра из плотного, можете сделать из фоамирана. Декоративного шнура. Можно использовать шнуру. Так же низ барабанчика мы тоже клеиваем. Вот, почти готов наш барабанчик. Теперь время для иголочек, которые мы должны сюда вот так вот вколоть, чтобы оставались только бусинки у нас на поверхности. Потом скажу для чего. И на равном расстоянии друг от дружки. Втулка у нас плотная, поэтому они будут плотно сидеть. И даже нам понадобится клей, в принципе, чтобы... Будем обкалывать, декорируя наш барабанчик, эти бусинки на равном расстоянии друг от друга. Я думаю, что где-то примерно 2,5 будет сантиметра. 2,5 сантиметра сверху и снизу. Но будут они в шахматном порядке друг от друга. Потому что потом мы здесь будем продевать ниточку. У нас шпагат красного цвета. Очень, я надеюсь, на свой глазомер, поэтому я подстраховываюсь линеечкой. Если у вас с этим дело обстоят лучше, то можете обойтись и без нее. Ну, верхняя часть у нас готова. А нижнюю, как я уже сказала, мы будем делать в шахматном порядке. Относительно верхней кромки барабана. Ну вот, работа наша закончена. Сколько нам потребовалось иголочек? 4,5,6,7,8. Сверху и где-то примерно 8-9 снизу. А теперь самое интересное. Мы будем украшать наш барабанчик рождественскими, новогодними наклейками на новогоднюю тематику. Вот такие вот наклеечки я приобрела. И буду теперь украшать свой барабанчик. Пусть он будет с рождественской елочкой в серединке. Вот таким образом. А по краям будут у меня тут разные зверьки. И с подарочками хочется Новый год. И по всей окружности можно разные наклеить интересности. Мори Крисмас. Вот уже вот такая красота. И в завершении мы воспользуемся толстой ниткой либо шпагатом красного цвета. Он может быть из бумаги, это может быть тонкий шнур металлизированный. И вот мы таким вот образом будем сейчас оплетать, упирая наши ниточки, зацепляя за иголочки, которые очень прочно сидят. И таким образом мы придадим реалистичность нашему барабанчику. А когда игрушка реалистична, создается как раз то волшебное какое-то ощущение волшебства. Закрепим нашу ниточку. Можно вытащить иголочку чуть побольше. И на капельку клею на маленькую. Первую ниточку нужно закрепить. Затем можно просто натянуть на наши ниточки, ой, на наши иголочки. закрепляем конец ниточки на ту же самую иголочку. на термоклинию. Затем. Затем я закрепляем наOULк. Затем я колес барабанчик у нас получается можно подклеить здесь петельку для того чтобы подвесить на елку и сделать две барабанной палочки для этого мы берем две шпажки деревянные для шашлыков откусываем лишнее для окончания барабанных палочек можно взять помпончики либо россыпью либо вот я сейчас отрежу от такой тесьмы и закрепим на термоклей из той же нитки можно сделать петельку для того чтобы вешать барабанчик на ю вот 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 Палочки мне хочется прикрепить, поэтому я их зафиксирую на капельку клея. Вот такой вот немного даже винтажный барабанчик, друзья, старинный у нас получился. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк и подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, чтобы не пропустить новинки. Решил сделать себе сама золотую рыбку, которая исполнит все мои новогодние желания. Повесим ее на елку и загадаем. Будем ждать. Итак, сегодня мы сделаем с вами, друзья, волшебную прекрасную рыбку, украшение на елку к новогодним праздникам. Все, что нам понадобится для изготовления этой рыбки, в основном, я думаю, что есть у каждой хозяйки на кухне. Для того, чтобы сделать вот такую вот заготовочку, деталь, таких деталей нам понадобится две штучки. Нам понадобится обычная пищевая фольга и какая-то форма, напоминающая по форме тела рыбки. У меня вот такая вот столовая ложка, в длину моя рыбка 11,5 см и в ширину около 7 см, думаю, что так. И в ширину 8 см, учитывая наклеенные уже на фольгу детали. Для того, чтобы украсть нашу рыбку, нам понадобится глиттерный фоамиран шириной 2 мм, двух, а может быть и трех оттенков, как вы захотите. Для плавничков рыбки я взяла тонкий фоамиран матовый шириной 1 мм. Также нам понадобятся глазки пластиковые, также вы можете вырезать их из фоамирана. И детали остальные для рыбки. Вот корона, губки. Займемся тельцем рыбки. Берем фольгу. Сминаем ее. Примерно формируем овал под нашу ложечку. И теперь нужно будет аккуратно спрессовать нашу фольгу под форму рыбки будущей. Если вы взяли мало фольги, можно будет добавить, обернуть эту деталь, еще, так сказать, нарастить форму. Немного добавлю для плотности конструкции. Чем фольга хороша, тем, что это легкий материал. И, в принципе, можно сформировать из нее любую форму практически. Для поделок, для снеговиков, для рыбок. Таких детальки нам нужно для нашей рыбки две. Одна у меня уже приготовлена. И сейчас я, после того, как сформировала из фольги тело рыбки, начну украшать рыбку детальками из фоамирана. Тем временем у меня разогревается термоклей. Вот что должно получиться. Такая очень плотная форма получилась. Я ее спрессовала хорошенько. И можно приступить к украшению нашей рыбки. Затем мы вот так вот склеим две половинки. Вклеим посередине хвостик и плавнички. И также ниточку для того, чтобы подвешивать нашу елочную игрушку. Предварительно я вырезала из двух цветов фоамирана разные формы, чешуйки. Тут фантазия у каждого своя. Мне удобнее будет заклеивать рыбку вот такими вот капельками. Делаю это хаотично абсолютно. Просто чтобы подобрался красивый такой пестренький рисуночек. Вот такие вот можно сделать полоски у нашей рыбки. Сейчас буду заклеивать. Вот так различные украшения. Начну с лесовой части нашей рыбки. Если нет фоамирана, можно взять эко-кожу. И то же самое обклеить рыбку такими вот чешуйками. И так далее. Клею детальки внахлёст друг на дружку, чтобы не просвечивала фольга. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Для того, чтобы изготовить плавнички, я взяла тонкий фоамиран и шаблон. У меня прямоугольник получился. Высота 4,7 см и ширина 3 см. Складываем наш прямоугольник пополам, для того, чтобы фигура была симметричная и вырезаем такую форму лепесточка. Такая форма у нас получилась. И для наших плавников нам понадобится примерно 4 штуки на хвостик, 3 на верхний плавник и по 2 с каждой стороны. Для того, чтобы сделать волнистый краешек у плавничка, пройдемся огнем зажигалки и растянем пальчиками краешки. И чтобы больше было похоже на плавничок, возьмем зубочистку с острым краешком деревянную и прочертим их характерные полоски. С одной стороны и с другой стороны. Огонь подносим буквально на одну секундочку, чтобы не воспламенился фоамиран и не почернил. Просто разогреваем и растягиваем. Клеим хвостик. Продублируем с другой стороны. Рыбка у нас будет двусторонняя. Хвостик тоже продублируем с другой стороны. Игрушка у нас двусторонняя. После того, как вы изготовили вот эти лепесточки для плавников, можно пройтись серебряной краской или пудрой посеребрить, воспользовавшись своей косметикой. Нанести блестки на акриловый лак и так далее. Так, плавник, хвостик. И я думаю, что вот такой вот плавничок боковой тоже у рыбки может быть. Хотя это, конечно, на ваше усмотрение. Вот такую рыбку хочется получить. На капельку клея посажем плавничок. Между двух половинок вклеиваем в нужных местах весь декор. Сейчас мы занимаемся плавниками. Будут еще короны и губки. Итак, детальки губки. Вырезала произвольно четыре штуки. Склеила между собой. То же самое, что и с короной. Две детали вырезала из глиттерного фоамирана. Две одинаковые детальки. Сейчас склеим между собой. Чтобы рыбка наша была царевной морской. Корону и губки присоединим уже в конце. Когда склеим две детальки. Сейчас мы этим займемся. У второй половинки нам нужно будет приклеить еще глазик нашей рыбины. Тут мы не жалеем клея. Чтобы две половинки схватились хорошо. Оставшимися частями нашей мозаики. Можно будет склеить стыки нашей рыбки. Во-первых, это скрепит всю конструкцию. И не будет видно зазоров. Это могут быть различные детали. В виде капелек, полосок. Все, что у вас осталось. Обрезки фоамирана. Вот какие-то длинные капельки у нас здесь остались. Чтобы работа была красивой со всех сторон. Если нужно, подгоняем детальки. Нужен размер. Например, вот здесь. Нужен подклеить. Осталось сделать глазик. И последние штрихи, губки и корону водрузить. Чтобы клеить глазик, я использую клей момент кристалл. Он будет надежнее держать этот пластиковый элемент на нашей рыбке. Постараемся приклеить симметрично. Приклеиваем корону. Вот наша рыбка уже приобретает свой законченный вид. Подклеиваем все стыки. Нашей рыбке не хватает ниточки. Нужно найти центр тяжести всей игрушки. И закрепить на игрушку подвеску. Вклеим ниточку между плавниками. Вот такая вот рыбка, украшение на елочку новогоднюю у нас получилось. Сейчас покажу второй способ, как можно еще один вариант рыбки сделать. Немного из других материалов и немного другой концепции. Хотя фольга и ложечка будут формы у нас неизменные. Итак, ребята, чтобы сделать рыбку номер два, нам понадобятся все те же исходные материалы. При помощи фольги и ложки я утрамбовала вот такую вот форму. Таких деталек, как я уже и говорила, нам потребуется две. Одна деталька у меня уже готова. Вторую точно так же я сейчас делаю перед вашими глазами. И для оформления второй рыбки нам понадобятся вот такие вот стразы на клеевой основе. Коих сейчас очень много продается в магазинах для хендмейда. И изюминкой нашей рыбки будут вот такие прекрасные плавники с фатином. Фатин сейчас представлен тоже в широком ассортименте в магазинах. У меня вот такой в рулонах фатин. Можно взять отрез фатин. Самое главное, что ежели у вас будет несколько оттенков этого фатина для плавников, например, вот таким вот образом, это придаст вашей рыбке еще больше волшебства и сказочной красоты. Для того, чтобы изготовить вот такие вот плавнички, нам понадобятся, естественно, ножницы, иголка с ниткой. Два плавничка я уже сделала. Сейчас буду формировать хвостик. Покажу, как это делать. Чего сложного здесь нет. Самое главное, чтобы в отрезках для нашего хвостика были краешки, вот такие вот рваные немножко или заостренные, да. Нужно срезать под углом. Вот такие у меня здесь. Краешки рваные, да, для хвостика. Определить длину хвоста рыбы и собрать несколько цветов, которые будут присутствовать в вашей рыбине. Вот у меня два цвета есть. И, пожалуй, возьму еще вот такой вот бледно-голубой. пасмурное небо фатин. И добавлю к хвостику моей рыбки тоже уже вот такими вот треугольниками срез я сделала. И теперь определим длину нашим хвостиком, который был бы соразмерен телу нашей рыбы. вот хочется, чтобы хвост был у моей рыбки длинный. Поэтому вот сделаю таким образом. Может, еще добавлю. Тут дело вашего вкуса. Можно сделать маленький хвостик. Теперь прошиваю все слои фатина иголочкой с ниткой. Лишнее можно отрезать. Это понадобится нам еще для плавников, возможно. еще раз прошиваю хвост. Вот такое вот нечто волшебное, воздушное получилось. Хвостик оставим и сделаем еще один боковой плавничок. Как-то так вот он будет выглядеть. С каждой стороны у нас будет также боковой плавничок и один плавничок сверху и хвостик. Вот у меня осталось как раз немного голубого фатина, самого яркого. можно срезать таким образом, собрать на нить. Длина нашего плавничка где-то около десяти сантиметров вверю для симметрии со следующим, с предыдущим доплавничком и тоже собираем нить и закрепляем. Лишнее срезаем. И займемся тельцем рыбки. Нам нужно сделать точно такую же деталь. Для этого тоже для первого слоя тельца рыбки я буду использовать такие вот детали, капельки из тонкого фоамирана. Можно оклеить какой-то крепированной бумагой рыбину, потому что все равно сверху все будем заклеивать стразами. Ну, мне было проще фоамираном, поэтому... если мы хотим оклеить быстрее, то детали можно делать крупнее, если детали поменьше, то можно также разные цвета брать, заклеивать рыбку мозаичным таким способом. Тогда она будет вся пестрая, красивая. Вариантов очень много. Притягиваем курицу. И я уже не заклеиваю. Курица,�я, и... .... Курица, и я тебе говорю, что вы дури! а вот и первый слой для нашей рыбки готов это будет как-то так примерим сначала наши две детальки и наклеим нашу рыбку стразами тут будет у нас нос решено было оклеивать все тельце рыбки не считая носовой ее части стразы эти очень легко фиксируются на фоамиран поэтому так как они на клеевой основе поэтому я клеила просто не будешь ствен лукаво полосками а и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Длина моего хвостика, сейчас скажу, будет где-то 27 см. Также у нас есть два боковых плавника и один основной. Таким вот образом будем вклеивать в серединку рыбу наш плавник. Хвостик в серединку вклеим. Как раз у нас есть место для маневра. Продолжение следует... Закрою кусочком эко-кожи, вместо склейки нашего плавничка. Сделав чешуйку дополнительной. Вот изнанка нашей рыбки. Соберем вторую часть. Теперь осталось тоже доклеить плавничок для симметрии. Нашей рыбки закрыть его чешуйкой. Ну и, конечно же, приклеим губки нашей рыбины для красоты и корону. Сказочную корону на голову. Соберем. Соберем. рыбка вот приобретает уже законченный вид для тех кто любит аккуратность можем проклеить здесь еще добавить детальки за на место эти сгибов на месте боковых швах нужно доклеить несколько элементов чтобы мордочки чешуйку добавить ну и так далее вот и готова наша красавица рыбка осталось только центр тяжести поймать у игрушки чтобы она висела ровненько и вклеить ниточку что мы и сделаем вот друзья работой я своей лично довольна а довольны ли вы напишите пожалуйста в комментариях понравились ли вам мои идеи какая рыбка понравилась вам больше первая или вторая это не абсолютно такие разные получились а если вам понравилась моя идея поставьте пожалуйста лайк подписывайтесь на мой канал оставляйте комментарии буду рада новым друзьям и до новых творческих встреч пока пока так вот друзья вот такой щелкунчик сегодня ради родиться у вас если вы сделаете вместе со мной его на нашем видео уроке начнем наш мастер-класс сегодня мы делаем вот такого замечательного щелкунчика из глиттерного фоамирана для основы наши наши игрушки нам понадобится какая-либо коробочка из-под таблеток либо вот как в моем случае пластиковая коробка из-под канцелярских булавок булавочки мы убираем оставляем пустую коробочку это у меня будет верх и сейчас скажу размеры своей своего щелкунчика у вас он может быть другой ширина моей коробочки 5 и 8 миллиметров длина семь с половиной сантиметра и глубина коробки два сантиметра вот такой вот щелкунчик получается помещается он на ладошке далее для оформления игрушки нам понадобится глиттерный фоамиран таких традиционных цветов у щелкунчика у нас красный камзол красный глиттерный фоамиран черные сапожки на шляпке у него вот такой вот перышко будет присутствовать для щечек розовый фоамиран для кудрей подойдет тонкий белый фоамиран либо потолще 2 миллиметра фоамиран и для оформления кантика и пояска вот взяла вот такую вот гибкую синельную проволоку чтобы чертить на фоамиране тоненькая зубочистка или спица пинцет понадобится естественно ножницы горячий клеевой пистолет но также их линеечка либо сантиметр пластиковые глазки хотя глазки можно изготовить также из фоамирана белого и черного да по своему вкусу также для пуговиц на камзоле использовала такие вот клеевые стразы можно использовать полубусины и так займемся основным личиком нашего героя для лица я взяла у меня не было фоамирана такого цвета и я решила сделать тонкий фетр что собственно взаимозаменяемо друг на дружку буду приклеивать сейчас личико при помощи горячего горячего клеевого пистолета изнанку тоже подклею потому что так как затылок у нашей игрушки тоже будем оформлять так вторая часть нашего прямоугольника это будет красный камзол ширину беру такую же как и у коробки а по длине мой концом равен где там 4 сантиметра отмеряем 4 сантиметра и отмеряем 4 сантиметра и также заклеиваем заднюю часть нашего щенчика спереди камзол у нас немножечко вот здесь так раздваивается поэтому вырежем небольшой маленький треугольник сложим пополам и вот такой маленький уголочек отрежем это будет перед нашего щенкунчика это задняя его часть там у нас белые штанишки выглядывают поэтому заклеим треугольник небольшим кусочком белого фоамирана теперь приклеим всю деталь вот хорошо тон ну далее у нашего щелкунчика есть соответствующий тому времени парик для этого нам нужно сделать челочку челочка будет равна ширине нашей коробки и длина челки этот полоска примерно сантиметра полтора наверное тоже для симметричности складываем пополам и уголочек подрезаем делая вот такой вот челочку нашему такую прическу для нашего щелкунчика оставляем место для личика так у нас будет еще два глазика щелочки носик пластиковые глазки у меня уже готовые покупные диаметр моего глазиком где-то 7 миллиметров хотя глазики вы можете сами изготовить из фоамирана а будут будет два глаза два вот таких румянчика вырезанные из тонкого фоамирана матового шириной 1 миллиметр и длина моей щечки где-то длина моей щечки ровно один сантиметр так вот будут помещать под глазками и не хватает нам носиком носик мы сейчас с вами будем делать таким образом а у меня глиттерный фоамиран близкий по оттенку к телесному цвету фетра и я отрежу небольшой прямоугольник небольшой даже квадрат да сделаю и с одной стороны согну пополам да и с одной стороны вот здесь вот и нанесу маленькую капельку клея чтобы сделать переносицу подожду пока клей схватиться остынет мы видим что получается форма носа дальше мы скорректируем вот уже клеем не схватился и скорректируем длину и ширину носика здесь мы обрезаем делая треугольную форму носика до ненужный краешек мы подрежем примерим наш носик можно будет еще покороче его сделать смотрите сами вот такой вот нос вот моего щелкунчика или сейчас на вот это вот часть носа мы аккуратненько нанесем немного клея и зафиксируем пластиковые глазки буду клеить на момент кристалл также щечки подклею тоже на момент кристалл чтобы горячий клей не деформировал наш фоамиран самая ответственная часть глаза зеркало души какие-то детали мы вырезаем и приклеиваем их на плоскость и какие-то детали будут у нас просто скатываться из фоамирана вот в такие вот рулончики к этим деталям относятся кудри нашего парика ручки ножки займемся сейчас кудряшками так как глубина моей коробочки два сантиметра значит скатываем два прямоугольника шириной шириной по 2 2 полоски вот такие шириной 2 сантиметра вот таким вот образом у меня сделаны кудри и на клей будем их сейчас фиксировать готовы и одну дорожку скатаю сейчас один элемент сделаю сейчас на ваших глазах аккуратно сворачиваю в нескольких местах фиксирую термоклей термоклей объем все это все Кудри готовы и буду подклеивать. И закрываем боковые части нашей коробочки на таком же уровне, симметрично клеим с другой стороны. И закрываем боковые части. Самая важная часть игрушки щелкончик это конечно же ротик. Он должен быть квадратный, обязательно должны быть зубки. Взяла квадрат из плотного фоамирана матового шириной 2 миллиметра, а сторона моего квадратика 2 сантиметра и 3 миллиметра. Дальше мы должны сделать два ряда зубов. Для этого вырежем две полоски белого фоамирана. Высота моих зубиков полсантиметра и наклеим сверху и снизу два ряда зубов. Тоже сделаю это на момент кристалл. И вторую полоску. Далее нам нужно прорисовать очертания наших зубов у щелкунчика. Для этого я воспользуюсь тоненьким спиртовым маркером. Черная гелевая ручка тоже подойдет. В общем что-либо черного цвета, тоненькая, чем мы можем прочертить очертания наших зубов. Фиксируем наш ротик на термоклее. Теперь займемся ручками. Одна деталька у меня уже готова. Это свернутая в рулончик полоска фоамирана красного. Ширина руки. Длина точнее моей руки 3 сантиметра 2 миллиметра. И в качестве ладошки взяла вот такой вот маленький помпончик. Можно ладошку вырезать из фоамирана из белого тоже. Это не принципиально. И вот сейчас буду сбоку прикреплять нашу ручку. Нанесу клей щедро и прикрепим ручку. Делаем вторую ручку. И на капельку клея прикрепляем помпончик. Вторая ручка готова. Конечно, важной выразительной частью щелкунчика, безусловно, является его треуголка. Для этого я даже вырезала себе вот такой вот шаблон. Самая широкая часть моей треуголки 9 сантиметров. Поля и высота шапочки самой это 2 сантиметра 8 миллиметров. Плюс-минус, неважно, может она быть чуть больше. Вырезала, естественно, из красного фоамирана. Таких деталей нам потребуется две. Заднюю часть щелкунчика и переднюю часть. Вырежу. Сначала я черчу острым предметом, например, зубочисткой. по шаблону. Процарапаю по шаблону треуголку и вырезаю. Вот так вот наша треуголочка будет смотреться на голове щелкунчика. Но перед тем, как установить лицевую часть треуголки, мы ее украсим вот такой вот гибкой проволокой. С ней сейчас очень удобно работать и она продается в фикс прайсе, например, в больших количествах. На клей горячий мы такой кант золотой фиксируем, украшаем нашу треуголочку. Начну с серединки. По самому краю наносим дорожку клея. Аккуратненько и прижимаем проволоку. Ждем пока клей остынет. Когда убедились, что клей застыл по серединке, можно продолжать клеить дальше. Дальше наносим дорожку клея на оставшиеся части, на края. Чтобы не обжечь пальчики, можно воспользоваться пинцетом. Дальше шоу наносим дорожку. естественным украсим нашу шляпу пером для того чтобы сделать основание у нашего перышка можно использовать красивую стразу посадив ее на каплю горячего клея либо в моем случае вот у меня полоску красивых страз на клею и буду использовать ее небольшой кусочек будет символизировать что-то типа брошки и за одним мы скрепим наше перышко посадим это на капельку клея лишнее отрежем устанавливаем треуголку на голову игрушки так же сделаем поясок золотой и погоны на плечи нашего щелкунчика такую скобочку отрежем с одной и с другой стороны я Продолжение следует... Золотые пуговки станут шикарным украшением для камзола нашего щелкунчика. Для этого отлично подойдут стразы на клеевой основе, полубусины медного цвета, маленькие. Продолжение следует... Золотые пуговки станут шикарным. В первую часть нам понадобится полоска из фоамирана, из красного, равная глубине моей коробочки, 2 см. С одной стороны подклею здесь и вот такой дугой. Вот такая длина, она закроет серединку нашей треуголки. Длина у меня получилась именно для моей коробочки 11 см ровно и шириной, как я уже сказала, 2 см. То же самое наносим клей со второй стороны нашего щелкунчика. Таким образом мы скрыли ненужные части коробки и... А теперь дело за малым. Надо изготовить ножки. Это будут тоже 3 вот такие... Ой, 2 скатанные дорожки из фоамирана. Ширина ноги... Ой, длина ноги, точнее моего щелкунчика. 3 см, 2 мм, плюс-минус и скатаю вторую ножку. Нам нужен плотный рулончик. Для удобства я взяла белый толстенький фоамиран шириной 2 мм. Хотя подойдет и тот, и другой, и потоньше, и... Например, тот, что я использую для кудряшек, он подойдет для ножек. Аккуратненько скатываем ровный рулончик. Фиксируя на термоклей. Нам нужно сделать 2 одинаковые ножки. По толщине. Лишнее уберу и подклею на термоклей. Вот такие вот 2 наших ножки. Склеим их между собой вместе. И затем займемся изготовлением сапожек. Вырезаем полоску из черного глиттерного фоамирана. Полоска должна быть равна высоте голенища наших сапожек. Пусть это будет... Ну, грубо говоря, полтора сантиметра. Думаю, нам будет достаточно. Чуть больше, чуть меньше. Мы клеим 2 ножки сзади единой полоской. Отсюда начнем и... Аккуратненько... Продолжение следует... Продолжение следует... Вырежем, так сказать, подошву для наших ботиночек. Делим пополам. И закругляем пяточку, естественно. Заостряем носочек. Обязательно примеряем. Продолжение следует... Как-то так. Подровняю. И второй. Заострю второй след. Нашего ботинка. Вот такие будут сапоги нашего щелкунчика. Продолжение следует... Клеим ножки, при помощи огня зажигалки можно немножко носики у ботинок подогнуть. И в итоге подклеиваем наконец наши ножки и щелкунчик у нас приобретает свой окончательный вид. Можно конечно не вдаваться в подробности, но все же у щелкунчика у него сзади вот такая косичка или хвостик. Помните как у Барон Мюнхгаузен у него тоже была такая деталь. Можно не заморачиваться и не делать этого, но раз уж я решила вам все показать, значит я все-таки сделаю эту деталь. Для этого я взяла белый фоамиран для затылка, который символизирует у нас белые волосы на парике. И теперь нарежу вот такими полосочками эти волосы. И подклею только по верхней части полосочку. Нанесу клею. Дальше будем собирать что-то вроде косички. Также скрепила здесь проволокой. Вот так вот заплетаем небольшой хвостик. Из полосок фоамирана. Вот такая вот у нас косичка получается. И фиксируем ее прекрасной голубой проволокой. Лишнюю часть можно отрезать. И уже ножницами можем вот так вот лишнее отрезать и сделать аккуратненький нашему щелкунчику хвостик. Вот таким вот образом затылок у меня оформлен. И теперь осталось закрепить здесь вторую часть треуголки. И также вклеить на внутреннюю поверхность ниточку, за которой мы будем нашего щелкунчика вешать на елку. Для этого сгодится какой-либо золотой шнур или такая металлизированная нить. Завязываем узелок. Теперь нам нужно найти наши игрушки в серединку, чтобы он висел ровно на елке, центр тяжести. И вклеить, прикрепить к нашей игрушке петельку. Нанесем на краешек наши полоски, также на поля треуголки. И аккуратненько сопоставим все части нашего щелкунчика. Ну вот наши два брата щелкунчика готовы. Мне кажется, такое украшение очень яркое. И оно такое очень характерное для Нового года, очень стильное. Такая игрушка будет отлично смотреться на новогодней елке. По весу тоже не тяжелая получилась игрушка. Вот такие вот два брата-близнеца у меня сегодня получились. Всем желаю приятного творчества. Получать от творческого процесса только удовольствие. Привлекать к творчеству своих детей. Ставьте лайк, если вам был полезен мой видеоурок. Привлекайте к творчеству детишек. И до новых творческих встреч. Пока-пока. Посмотрите внимательнее на этих прекрасных русских матрешек. Я, если честно, не могла остановиться. И сделала четыре разных варианта. Хотела сделать еще, но вовремя остановилась. Итак, друзья, начнем наш мастер-класс. И сегодня мы с вами сделаем новогоднюю игрушку на елку. Подвесную матрешка. Представляю вашему вниманию вот такой шаблончик. И вот я вырезала уже все детали. Использовать я буду в своей работе фоамиран глиттерный, фетр. Можно использовать для изготовления этой игрушки абсолютно все материалы. Картон, ткань с красивым принтом, бархатный картон. Сейчас очень большой ассортимент материалов для хобби и творчества. Вот такие вот детали у меня уже заготовлены. Основной, если вы хотите, чтобы матрешечка была более плотная, можно проложить под фетр картон, либо вырезать две детали вот такие, сделать двойной фетр. Как мы будем составлять ее, сейчас я вам покажу. Вот таким вот образом мы наклеим детальки одну на другую. И затем будем декорировать. Мордочку я вырезала из фетра и буду ее расписывать. Сейчас подробнее расскажу и покажу как. Далее важный элемент, который придаст нашей игрушке законченность, это синельная проволока. Я взяла красного цвета. Сейчас очень большой ассортимент в магазинах синельной проволоки. И вот таким образом мы будем потом оклеивать нашу игрушечку. А матрешку можно сделать как одностороннюю, так и двустороннюю. Если вы хотите, чтобы с разных сторон, можно сделать даже разные цветовые сочетания. Мне кажется, будет очень интересно и красиво. Итак, все детальки уже готовы. Ссылочка на этот шаблон в формате А4 будет в инфобоксе под этим видео. Вы можете скачать и украсить новогоднюю елочку такими матрешками. Итак, я буду делать вначале. Склею две детали. Из фетра. Можно также использовать эко-кожу. Сейчас большой ассортимент с блестками и так далее. Выступающие части можно подровнять, подрезать. Хотя синельная проволока в любом случае все это закроет, все шероховатости замаскирует, и игрушка будет смотреться аккуратно. Итак, это лицевая часть нашей матрешки, это изнанка. Теперь добавим немного блеска новогоднего. Так, у нас одна деталь накладывается на другую, поэтому вот таким вот образом. Поэтому сначала мы приклеим такой передничек для нашей матрешки и потом уже будем делать косынку. Ну вот, друзья, основа для нашей матрешки готова. Теперь осталось придать ей изюминку, а именно личико, потому что, конечно, выражение лица матрешки, какое оно будет, это самое главное. И далее мы будем уже добавлять множество-множество мелких красивых деталей. Насчет мордочки, что хочу сказать. Я не художник, и не сразу получилась у меня такая мордашка, как мне хотелось бы. Вот, я вначале себе нарисовала на листочке бумаги карандашами, я тренировалась, честно скажу. Кто не художник, не падайте духом. Где-то, вот, я рисовала-рисовала различные мордочки карандашом на фетре, чтобы уже быть уверенным, что личико будет такое, какое мне нужно. Вот она такая, у меня матрешка моя будет такая, зажмурившаяся от счастья, улыбающаяся. Можно пририсовать ей зрачки, и тогда глазки у меня будут открыты. Это уже как больше вам понравится. Итак, что я использовала для росписи матрешкиного личика. Коль у нас фетр или фоамиран, лучше всего, конечно, использовать вот такой вот акриловый контур. Если его нет, можно вырезать реснички и глазки из черного фоамирана и губки наклеить. Если гладкий материал, эко-кожа, можно взять тонкую кисть и расписать теми же акриловыми красками кисточкой. Вот, значит, у меня в наличии черный есть, золотой и белый. Губки я буду делать просто вот акриловой красочкой и тонкой силиконовой кисточкой. Прочерчу вот такое вот очертание рта. Итак, приступим. Надеюсь, не дрогнет моя рука. Чем хорош акриловый контур, он дает еще дополнительную фактуру, потому что он застывает и становится таким вот, он объемный. В отличие просто от акриловой краски. Когда личико вы распишите, нужно дать некоторое время для того, чтобы высох контур. Теперь займемся губками. Возьму акриловую краску. Ну вот, губки вроде бы у нас готовы. Осталось нам нанести румянец. Для этого я возьму небольшой кусочек розового фоамирана, тонкого, шириной 1 мм. И нужно вырезать два овала для щечек. Заранее можно себе их обозначить. Можно было бы тоже щечки нарисовать просто акриловой краской, но мне больше нравятся вот такие фактурные. И теперь маленькую капельку клею. Заранее нужно hes traits скрыть. Рекомерию. Д bessу. Super, бабушка реш露у солнце. Цвет клее можно даёки. Отמן клее... можно поэкспериментировать с выражением личико и например одному личку можно раскрыть глазки просто добавляем и сделать немного другие губки сейчас попробуем более классические матрешечей губки бантиком опять же я не художник я только учусь главное не бояться экспериментировать ну вот самое ответственное дело у нас завершено напишите мне в комментариях какая мордашка нравится вам больше а я еще пока не решила когда матрешка будет готова в самую последнюю очередь мы посмотрим какую захочет она себе мордашку это мы отправляем сохнуть и сейчас займемся самым приятным занятием в нашей матрешке это ее декорированием здесь друзья мои мои фантазии нет предела абсолютно что нужно использовать помимо как я уже сказала синельные проволоки которые мы будем делать контур попадет нам пригодится собственно все что есть все что представляют нам магазин рукоделия а именно различные полу бусины на клеевой основе бусины на нити а какие-то декоративные шнуры все это может сделать нашу матрешку прямо дизайнерским таким украшением именно ваш вкус очень хорошие такие вот кружевные элементы которыми можно декорировать матрешечку различные цветочки то тоже кружевные элементы продаются в тесьме такие цветочки кусочки кружева кружевной тесьмы стразами цепочки все 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 полу бусин различные вот у меня полу бусины и сейчас посмотрим такое вот кружева красиво красиво у меня есть и можно декорировать сделать имитацию росписи такой украсить передник цветком вот такой вот кружевной элемент тоже я вырезала что если мы сделаем так тем тоже различные полу бусин у меня есть и сейчас мы с вами будем смотреть что же больше подходит опять же это дело вкуса каждого даже можно вот такими миниатюрными помпончиками выложить передник тоже будет очень объемно прикольно смотреться сейчас буду смотреть важный момент если у вас вот такие вот пластиковые полу бусины лучше клеить их на клей момент кристалл либо на вот такой клей для страз как-то душа лежит у меня больше вот таким пушистиком тут дело вкуса каждый делает как увидит каждого своя красота у каждого из вас получится своя авторская матрешка и так наклеиваю кружевной элемент для пластиковых полу бусин воспользуюсь клеем для страз можно добавлять еще что-то но основной декор у нас готов может быть мы дополним сейчас я покажу как мы поступим с синельной проволокой чтобы был контур более четкий я сплету две проволочки между собой и оклею по всему контуру наши матрешки и Воспользуюсь кусачками, чтобы лишнее убрать и встык приклеить нашу проволоку Ну и теперь самое главное, приклеим, примерим нашим матрешкам разные личики Можно такое, можно такое, как кому больше нравится И можно контур личика тоже задекорировать различным образом Допустим наклеить вот такие вот стразы Итак, друзья, готова наша мордашка Я не поленилась, оклеила ее такими полустразами, стразами-полубусинками И теперь осталось, самое главное, установить нашу мордочку Мне хочется ее вот так сделать, немножко наискосок И приклеить петельку, за которой мы повесим нашу елочную игрушку Такая матрешка получилась Теперь мы возьмем шнурочек И сделаем петельку И теперь мы добавляем Идем Продолжение следует... Ну вот, готова наша русская красавица, наша девочка-матрешечка. И сейчас покажу вам, какие еще варианты декора можно сделать. Фантазия ваша здесь просто безграничная. Я еле-еле остановилась. Хотелось мне еще наделать таких матрешечек, но представляю вашему вниманию еще остальных девочек, которые я сделала. Посмотрите, все они разные. Здесь использованы кружевные элементы, кусочки синтетического тонкого кружева, тесьмы. Здесь серебряная синильная проволока, тоже полубусины, снежинка здесь приземлилась. Такая девочка для цветочка на переднике. У нее я использовала фоамиран, вот такой интересный, с очень красивым принтом, который я разглядела в одном магазине для рукоделия. И успешно использую в своих новогодних подделках. Здесь у меня, как я уже показывала, элементы такого вот красивого кружева. Здесь у нее веночек такой, в голове тоже из того же кружева. Также в матрешке можно использовать не только фетр или фоамиран, но и ткань с интересным принтом. Вот в этой матрешке я использовала ткань для основы, с такими рисунок огурцы. Очень красиво получилось. Вот такие вот девочки у меня получились, и у вас, конечно же, получится. И если разбавить новогодние шарики на елке такими матрешками, елка у вас получится авторская. И очень-очень красивая, интересная, оригинальная. Можно дарить этих матрешечек в подарок. Весь перечень материалов, которые могут быть использованы в создании нашей елочной игрушки-матрешка, будут перечислены в инфобоксе под данным видео. Также в инфобоксе будет ссылочка на шаблоны наших матрешек. Благодаря этим шаблонам вы можете сделать матрешку свою практически из любого материала. Желаю всем приятного творчества и прощаюсь с вами, друзья. До новых встреч. Пока.